Привет всем, вы на канале Пульс Земли, ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 3 мая. Поехали. Непогода в виде сильного ветра, града и торнадо обрушилась на провинцию Мурсия, которая находится на юго-востоке Испании. Как информируют местные СМИ, стихия буйствовала чуть больше одного часа. За это время выпало в некоторых районах до 100 мм осадков, а это спровоцировало локальные наводнения. Высота паводка местами достигала 40 см. Несколько улиц оказались заблокированными для движения транспорта. Максимальные размеры выпавших градин составили 4 см в диаметре. Этот градовый шторм фактически полностью уничтожил 1500 гектар фруктовых деревьев, причинив ущерб до 100% урожая на некоторых участках с нектаринами, абрикосами, а также сливами. Нанеся тем самым сильнейший удар по сельскому хозяйству. Но это еще не все, что успели испытать на себе местные жители. После обеда был отмечен еще и торнадо. Он был довольно больших размеров. Как отметили очевидцы, его можно было наблюдать не более 10 минут. За это время он разрушил несколько зданий и повалил деревья. Жертв и пострадавших не отмечено. Непогода охватила и испанский город Мадрид. Там был отмечен градовый шторм, а местами и сильные дожди. За пару часов выпало 40 мм осадков. Часть районов оказались локально затоплены. Град был не крупный, максимальный размер составил 3 сантиметра в диаметре. Но выпало его довольно много, усыпав районы города плотным настилом, высота которого достигала 5 сантиметров. Пожарные проводят откачку воды в некоторых районах, которые наиболее сильно пострадали от непогоды. Вот такой вот вышел день для городов Испании. А тем временем на Казахстан обрушилась пылевая буря. Основная часть бури прокатилась по Мангистаутской области. Из-за плохой видимости был закрыт участок автодороги. Местами видимость не превышала и 40 метров. Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение, в том числе в западно-казахстанской и Мангистаутских областях. Также ожидается гроза, ветер северный, северо-западный, а порывы до 20 метров в секунду. Местные власти выпустили соответствующее предупреждение, так что будьте внимательны как на улице, так и за рулем своего автомобиля. Территорию России продолжают охватывать масштабные лесные пожары, которые быстро распространились на территории Восточной Сибири. Российские СМИ сообщают, что масштаб ЧП увеличился настолько, что жители двух сел в Краснодарском крае готовят к проведению эвакуации. СМИ отмечают, что сегодня огонь лесных пожаров вплотную подобрался к населенным пунктам Знаменка и Луговское в Минусинском районе. Сильный ветер ускоряет распространение пожаров и мешает его тушению. Наиболее сложная обстановка складывается в Минусинском районе, где горит трава на площади 40 гектар и действует лесной пожар на площади 250 гектар вблизи населенного пункта Знаменка. По информации МЧС, к тушению пожара привлекли 114 человек и 30 единиц спецтехники. Сложная ситуация складывается и в Хакасии. На лесной территории Аскизского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего ландшафтных пожаров в республике за сутки зарегистрировано 25, а выгорело 400 тысяч гектар леса. Шторм с сильными порывами ветра и градом был зафиксирован в городе Лос Сидралес, провинции Альтапарана. Выпадение града длилось около 30 минут. Он сопровождался сильными порывами ветра, которые достигали 28 метров в секунду. Согласно данным СМИ, ураган затронул посевы кукурузы и сои. Даже можно сказать, что практически полностью их уничтожил. А до сбора урожая осталось всего 2 недели. Сильный ветер также повалил деревья, сорвал крыши с домов местных жителей. Максимальные размеры градин достигали 5 сантиметров в диаметре. Видеокадры последствий от буйства стихии прислали местные жители. Вы только посмотрите, что успела наделать эта непогода. Весь урожай буквально скошен силой ветра, а потом добит выпадением крупного града. Вулкан Этна на Сицилии сегодня удивил многих местных жителей вот таким вот необычным явлением, как паровое кольцо. Это событие произошло в 10 часов утра, а произвел его кратер Бока-Нуова. Это погодное событие довольно редкое и наблюдается на этом вулкане не чаще, чем один раз в год. Последний раз это явление наблюдалось на вулкане в прошлом году и также оказалось сильное впечатление на местных жителей. Весь процесс, как это происходит, ученые описывают по-разному, но в основном вдаваясь в научные термины. Обойдемся проще. Вулкан хотел нас сегодня удивить и это ему удалось. Интенсивный ливень и град обрушились на Доминиканскую республику. Во власти стихии оказался город Хатта-Нуэва. Сильные осадки длились недолго, примерно один час. За это время на многих дорогах образовались пробки и локальные наводнения. Часть дорог вообще были заблокированы для движения транспорта, так как высота паводка превышала 60 сантиметров. Погибших или пострадавших от непогоды нет, но без спасателей не обошлось. Они провели 35 операций на воде, спасая автомобилистов. В некоторых районах прошел еще и сильный град. Фото и видео посредствий непогоды жители поделились в социальных сетях. Лесные пожары в окрестностях Лас-Вегаса вынудили эвакуироваться более 6 тысяч жителей Нью-Мексико. Такое распоряжение дали местные власти практически на полную эвакуацию всех жителей. Крупнейший в США лесной пожар бушующий в штате Нью-Мексико не удается взять под контроль. Он продолжает интенсивно разрастаться. За последние сутки он еще вырос на 10 тысяч гектар. Лас-Вегас и другие населенные пункты в долине Мора, которая находится 40 километров от города Санта-Фе, власти объявили готовность к эвакуации для населения. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Ситуация усугубляется сильным ветром, который способствует распространению этого пламени. Отмечается, что огнем уже уничтожены сотни жилых домов. Уже есть и первые пострадавшие. Это 6 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести. Наводнение в Канаде начинает набирать обороты. Одна тысяча человек были доставлены в пункты временного размещения в Виннипеге. Им пришлось покинуть свои дома, так как местные власти издали приказ об общей и обязательной эвакуации. СМИ также отмечают, что это наводнение, хотя оно только началось, уже хуже, чем наводнение 2011 года, которое стало одним из самых страшных за всю историю наблюдений. В районах Интерлайка и к востоку от озера Виннипег за выходные выпало в среднем 50 миллиметров осадков, плюс резкое повышение температуры и таяние снега усугубило сложившуюся ситуацию. Еще в выходные из-за ледяных заторов на устье реки Фишер уровень воды резко вырос. Река вышла из своих берегов, затопив окрестности. Власти отметили, что уже более чем 450 домов оказались полностью затоплены. Другие дома в отдаленных районах были отрезаны. Многие дороги затоплены с уровнем паводка, превышающим 50 сантиметров. В индийском городе Бангалор 2 мая был зафиксирован самый жаркий день в этом году. Температура достигла отметки в 35,5 градусов по Цельсию. А после обеда на город обрушился сильный дождь с градом. Власти объявили желтый уровень погодной опасности. За 8 часов в городе выпало 65 миллиметров осадков. Многие районы практически сразу оказались под водой. Уровень паводка колеблется от 30 сантиметров до 1 метра. Больше всего пострадали низинные районы, подвальные помещения и магазины, а также паркинги, которые практически полностью были затоплены. Казалось бы, что местные жители уже должны были привыкнуть к таким погодным условиям. Но нет, все равно находятся смельчаки, которые застряют в крупных лужах на своих мопедах и машинах. На сегодня ливневые осадки больше не ожидаются. А вот начиная с пятницы и на все выходные будут идти залповые ливневые осадки. За последние сутки на Земле произошло 107 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,6. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Дорога гигантов. Побережье Северной Ирландии в 3 километрах от города Буш-Лимс покрыто 40 тысячами базальтовыми колоннами. Это место носит название «Дорога гигантов». Дорога, а также побережье Козовой Кост, на котором она находится, были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Большинство колонн шестиугольные, хотя у некоторых и 4, 5, 7 и 8 углов. Самая высокая колонна высотой около 12 метров. Согласно научной гипотезе, эти причудливые каменные столбы образовались 60 миллионов лет назад. Вы только вдумайтесь. Когда при извержении вулкана раскаленная и очень жидкая базальтовая лава прорвалась на поверхность прямо в русле тогда реки. Наружные слои лавы быстро остыли под влиянием воды и образовались каменные колонны, как будто вбитые в землю. Но в это мне что-то очень маловероятно верится. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание и до завтра.